Жизнь посвятила культуре. В этом году Людмила Жиганова отметила 50-летие работы в Новосибирском Доме Народного Творчества. Орден дружбы, статус наставника, знак отличия за заслуги перед Новосибирской областью – это лишь малая часть наград, что получила женщина за многолетний труд. С заслуженным работником культуры пообщалась Юлия Алиханова. Дом Народного Творчества Плюс пять муниципальных округов. То есть вся область вверена тебе в том плане, что ты должна анализировать, изучать, принимать решения, развивать состояние жанра. Ну, чего я там могла? Нет, конечно. И слава Богу, что у меня были хорошие учителя. Знания были, опыта не хватало. Тех, кто помогал, помнят поименно. И хоть поначалу Людмилу Алексеевну тянуло в педагогику, спустя время променять ту масштабную работу, которая развернулась в Доме Творчества, на тесный учебный кабинет уже не смогла. Вот уже 30 лет она в должности директора направляет и ведет за собой педагогов и работников культуры. До 1994 года мы очень много меняли названия. Мы назывались Объединением культуры. А в 1994 году, когда я пришла, я сразу приняла решение, что мы становимся, возвращаемся к своим традициям. И мы должны быть Домом, потому что Дом – это, конечно же, и соборность, это единение, это все то замечательное, в чем сегодня уже люди нуждаются. Сегодня под руководством Людмилы Жигановой больше 40 сотрудников Дома народного творчества. А для работников из 1038 культурных учреждений региона она стала главным наставником и советчиком. В кабинете Людмилы Алексеевны уголок с наградами разного уровня дорожит каждый. Совсем недавно, в этом году, 3 января, мне сообщили о том, что я награждена орденом за заслуги в культуре и искусстве. Это новый орден, и я вам скажу, что он в Сибирской области, и вот это пока первый орден. Самая дорогая награда для меня – это за заслуги перед Новосибирской областью. Вот она прям родная, она легла, понимаете, эта награда. Она принята была по-особенному, со слезами просто. Я сейчас могу заплакать, потому что вся жизнь здесь. Журналы. Еще одно детище Людмилы Жигановой. Первый выпуск в 2004-м сделали на коленке. Теперь же это полноценное издание, выходящее ежеквартально, рассказывающее о народной культуре и традициях региона. Людмила Алексеевна признается, сегодня культурной отрасли уделяют особое внимание. Не хватает лишь профессиональных кадров. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, Новости ОТС.